Действующим федеральным законодательством Статья 228 и 228 Прим Уголовного кодекса Российской Федерации Статья 228 подразумевает под собой как незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ, либо их аналогов, либо их прекурсоров Данная статья имеет определенные различные составы, то есть части Чем больше часть, тем жестче наказание Грубо говоря, к примеру, если статья 228, часть 1, предусмотрено наказание, максимальное жесткое наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет То статья, эта же статья, часть 2, за преступление, за приобретение, либо хранение наркотических средств в крупном размере, лишение свободы уже до 10 лет То есть это значительно Размеры, скажем так, тех наркотических средств и психотропных веществ у нас регламентированы определенным перечнем постановления правительства федерации, которые предусматривают все виды наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых контролируется И где как бы есть разбивка по весам, с какого именно наступает уголовная ответственность, с какого административная То есть не обязательно, что человек, если он приобрел какой-нибудь маленький очень вес наркотического средства или психотропного вещества То если не подпадает этот вес под этот перечень, то он подойдет административной ответственности Но тем не менее, это не означает, что люди каким-то образом должны этим пользоваться или нет Сейчас идет очень жесткая, как и ранее, ведется жесткая борьба под данным преступлением Поскольку эта проблема влияет и на культурную составляющую часть жизни общества, так же и на демографическую обстановку Также законодателям ужесточено наказание за преступления, предусмотренные статьей 228 Прим-1 Не Прим, а просто Примовский Это означает те виды преступления, которые поднимают собой сбыт Как изготовление, хранение, перевод в целях сбыта, то есть распространения Все санкции данных, косичных признаков данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком свыше 10 лет То есть это особо тяжкие преступления Люди, которые совершили преступление, получают наказание в виде лишения свободы зачастую Поскольку действительно на очень жестком уровне рекоментировано